Девушки отдыхают Когда знаешь, что твой ребенок дома под надежным присмотром мачехи Плохо, когда женщина вдруг решает лишить отца родительских прав и присвоить малыша навсегда Зачем ты ребенка подводишь под статью? Он же сядет так же, как сидел ты Абсолютно та же самая картина Сама не сядь забронешь, что ты здесь рассказываешь Отец-одиночка отправил сына на улицу выключить фары на автомобиле А там на ребенка напала сумасшедшая девица, вооруженная перцовым баллоном У нас все по родовой линии пошло по женской Моя бабка, она была хипесницей Ну, понимаешь, пока она там с мужиками со своими развлекалась Ее дружки воры чистили кармашки Ну и что, что воровала, свое же отсидела И теперь свободного человека злые люди не пускают на порог увидеться с единственной доченькой А ребенок плачет, зовет маму Как такое может быть, разберется суд Истец Нина Шумкина предъявляет иск о лишении родительских прав Ответчик Роман Шумкин иск не признает Так, истец, я вас слушаю Ваша честь, я хотела бы лишить родительских прав своего бывшего мужа Шумкина Романа В отношении его несовершеннолетней дочери Сони Опекуном законном, который я сейчас являюсь В связи с тем, что он как бы не проявляет никаких вот... Простите, истец, а вы что, не мама ребенка? Нет, я бывшая жена его, а Соня, дочка от его первого брака Я поняла У нее есть мать Дело в том, что он, к сожалению, как отец себя никак не проявляет И, в общем, его родители, и ее родители, и мама тоже не проявляет себя как мать То есть ребенок был оставлен в свое время просто со мной Когда мы познакомились, Соня была уже, была с ним уже без матери Он лишил ее, свою бывшую жену, сам родительских прав Вот, мы прожили вместе три года После чего почему-то он решил вдруг неожиданно вернуться снова к своей бывшей жене Вот, и уехал Полгода, на полгода пропал И, в принципе, не появлялся, и никак не проявлялся В смысле не появлялся? Простите, а там биологическая мама не восстанавливалась в родительских правах? Нет, не восстанавливалась И не просила об этом? Нет, не просила Вот, и они начали устраивать свою личную жизнь То есть у меня такое ощущение, что ребенок им, в принципе, вообще не нужен Вот, я убедилась в том, что они не думают о ребенке Потому что я зашла на страницу в своих соцсетях Увидела, что они прекрасно себя чувствуют вдвоем Они снимают виллу, живут в Таиланде Скажите, пожалуйста, ответчик материально содержит ребенка? Нет А бывшая мама, лишенная родительских прав? Нет А ответчик когда в последний раз с дочкой виделся? Больше, чем три месяца назад Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю Да, можно, да, слово? Да Ваша честь Смотрите, во-первых, я нормально совершенно родитель Который без вредных привычек и состоятельный И могу обеспечивать ребенка Я обеспечиваю ребенка Мне не дают видеться с ребенком Как только я узнал о том, что она оформила опеку И о том, что хочет лишить меня родительских прав Я стал регулярно навещать ребенка Регулярно приезжать С этого момента С этого момента С этого момента Она не дает, я приезжаю к ребенку Хочу увидеть Сонечку Ее в это время, когда я приезжаю Никогда не бывает дома Никогда То она в кружке То она куда-то уехала с экскурсии То еще где-то Хорошо Я решил приехать, не говорить об этом Нине Я приезжаю, можно увидеть Сонечку Что происходит? Она говорит, ее нет дома А я подслушаю по двери И слышу, что она дома Я обращаюсь в суд Чтобы мне постановили график Когда я могу увидеться с ребенком Мне постановляется два раза в неделю Вторник и воскресенье Я приезжаю в эти часы Она об этих часах знает И в эти часы Сонечке никогда опять нет дома Никогда, когда я приезжаю Я иду к судебным приставам Приезжаю с приставом к ним И вот так, да Сонечка находится Тогда она ее вызванивает Тогда Сонечка прибегает И вроде пристав увидит Такая замечательная семья Не один раз был такой случай Не один раз был такой случай А сколько раз отвечу? Больше пяти точно Когда с приставом приходил Вроде все в порядке Как только пристав уходит Опять я хочу один навестить Опять ребенка нет дома Опять ребенка нет дома Дело в том, что он в течение Два месяцев только был А потом сразу же уехал в Таиланд После вот этого суда Ну вынесли ему решение Ну и все Он два месяца вот это вот происходило Три месяца это происходило А в Таиланд я уехал не просто так В Таиланд я уехал И два года он не видится с ребенком Нормально никак Он не принимает участие Ваша честь В Таиланд я уехал Не просто захотелось мне Побыть в Таиланде А потому что, во-первых Я вернулся к своей бывшей жене С Крити Мы с ней живем вместе Она писательница Ей поступил заказ на книгу На очень большой заказ Мы решили уехать в Таиланд Во-первых Простите, отведчик А вообще ваша вот Как вы сказали ее зовут? Рита Рита А вот Маргарита Она вообще о ребенке-то вспоминает? Вспоминает Регулярно Потому что к тому же Она сейчас сама в положении И мы сейчас Все у нас в Таиланде закончится Она родит ребенка И мы хотим приехать сюда Обратно И воспитывать Сонечку вместе Как одна большая семья Вы, к сожалению, не можете этим заниматься Мы можем этим заниматься Это ты не можешь больше детей иметь Ваша честь Ваша честь Можно я еще скажу, пожалуйста Почему вцепилась так в ребенка? Потому что у самой не может быть детей Ответчик, простите, пожалуйста Это ваши домыслы Это не домыслы, это правда Извини, пожалуйста Не вцепилась в ребенка Она уже является пекумом А в течение долгого и длительного времени Содержит ребенка И занимается ее воспитанием Но когда есть живая мать В отличие от вас и ее матери Я пересылаю ребенку деньги Я пересылаю Они до ребенка не доходят А куда? А куда вы пересылаете? По почте я письма пишу. Три тысячи пересылал. Я пересылаю лично Нине. Я лично Нине пересылаю, чтобы она передала ребенку. Три раза по одной тысяче рублей он пересылал. Сколько могу, столько пересылаю. Сколько мог, вернее. Сейчас могу больше пересылать. Другое дело, что эти деньги до ребенка не доходят. А куда они деваются? А я не знаю, потому что я Соню подкараулил у школы и говорю, тебе денежка дошла от меня. Соня, эти деньги не нужны. Ответчик, мне кажется, что вы вопрос перед ребенком ставите некорректно. Потому что если, как вы утверждаете, вы присылаете деньги ИСЦУ, то как можно ребенку задавать вопрос, доходит ли до нее? Потому что когда я спрашиваю Нину, она говорит, да, я все передала. А когда я спрашиваю ребенка, ребенок мне говорит, нет, папа, я от тебя ничего не получал. Начнем с того, что ты мне такие вопросы не задавал. Ответчик, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, на тысячу рублей в месяц что можно приобрести ребенку? Мало можно всего приобрести ребенку, но в данное время я могу обеспечивать ребенка намного большими суммами. Не, на вопросы ответьте. То есть мало можно приобрести? Да это даже не в месяц, а за полтора года. Ваша честь, что можно говорить, если он даже на аварию не смог приехать? Она попала в аварию, страшное ДТП. Я в Таиланде был. У меня справка есть. И ей нужно было делать переливание крови. У нее редкая группа крови, первый отрицательный резус. У меня третий положительный. И мне пришлось с боем искать вообще донора. А у нее моя кровь. Я позвонила первым делом, естественно, отцу. И что он мне сказал? Я сейчас приехать не могу. Я не могу вот прямо сейчас приехать. Но я через два дня... А через два дня она бы умерла? Она не умерла бы через два дня. Я узнавал. Она не умерла бы через два дня. А вон узнавал, чего он узнавал, когда с ребенком находился в больнице. Ваша честь, я в Таиланде был. Как я мог быстро приехать? Так, ответчик. Ну как, из Таиланда же самолет не летают. Дайте мне, пожалуйста, решение суда об установлении графика общения. Те заявления к пристам, на которые вы ссылались. Так, пожалуйста, органы опеки, я вас слушаю. Сразу после развода с истицей, это в течение полугода, ответчик совершенно забыл о дочери, с головой окунулся в свою прежнюю любовь к первой жене. В это время как раз мы и оформили опекунство на истицу. Девочка, мы с ней разговаривали, беседовал психолог, чувствует себя с истицей, как с родной матерью, как у Христа за пазухой. Она обухожена, сыта, здорова, одета, обута. А папе вспоминает только так. Папа у нас по профессии вольный художник. Не вольный художник, а художник. Он и в жизни себя ведет соответственно. Налетами бывает. Решает, вдруг включается у него такой, значит, папа заботливый. Вот он захотел, приехал. Есть дома ребенок, нет дома ребенка, его не интересует. Так в течение трех месяцев, откуда вот эти заявления все? Он то приходил, то не приходил. Девочка, не можете деть его ждать? Когда я не мог в эти дни прийти, я звонил, мне не говорилось, что я приду в другой день, потому что я из Таиланда лечу. Хватит, мы вас уже выслушали. Так, слушайте, вы сколько в этом Таиланде были? Три года я в этом Таиланде. Он же три года в Таиланде, и как он собирается воспитывать ребенка, если он хочет быть действительно отцом? Это же ежедневный кропотливый труд по воспитанию ребенка. Да ребенок вообще забыл, как вы выглядите. Да не забыл! Спросите Сонечку, Сонечка меня любит. Ответчик, ответчик. Как мы можем отдать ему в семью, если мать и тишина родительских прав? Когда вы в судебном состоянии говорите, что вы в Таиланде уже три года, это подтверждает утверждение истиции, что вы не занимаетесь воспитанием ребенка. Я занимаюсь, я приезжаю... Раз ты должен жить со своим ребенком, если тебе ребенок нужен, родители с ним живут. Так что мы поддерживаем полностью истисти, и настаиваем на лишении... Соня меня мамой называет. Я не могу разорваться так, что... Она меня уже мамочка. И здесь и там, там тоже Рита в положении. Так зачем вам в таком случае, дочь? Вы ее не воспитывали никогда. Как мальца! Это наша родная! Ответчик, ответчик, ответчик. Давайте без... Давайте не будем голос повышать, хорошо? Вот и ваша честь. Ваша честь, я думаю, что, может быть, можно Соню саму спросить, с кем она хочет, и какое у нее отношение к родным родителям она в состоянии. По-моему, ребенку 12 лет, суд обязан это сделать. Да, мы обязаны. Пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнюю. Средители ССА, войдите. Сонечка, привет! Ответчик. Привет, папочка. Так, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Шумкина Софья Романовна. Вам, Софья Романовна. Сколько лет? Мне 12 лет. Замечательно. Вот ИСС, вы же знаете ИССА, да? Да. Это кто для вас? Это моя мама, но она, к сожалению, мне не родная. Понятно. Ну, вы ее воспринимаете как маму, правильно, да? А вот на месте ответчика кто стоит? Это мой родной папа. А вы как к папе относитесь? Я его очень люблю. Мне просто без него жить, ну, как-то скучно, можно сказать так. Веселит он ее? Ну, он часто не появляется. Мне, меня это огорчает. Мне бы хотелось чаще видеться с ним. Понятно. Суд удаляйся для принятия решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Зачем ты ребенка подводишь под статью? Он же сядет так же, как сидел ты. Абсолютно та же самая картина. Ты здесь рассказываешь. Когда же дети будут в безопасности? Будьте осторожны, оставляя свой автомобиль на ночь в чужом дворе. Ведь его могут попробовать вскрыть соседские дети. И вам придется защищать собственность, рискуя жизнью. И вас же потом еще и обвинят в причинении вреда. У нас все продовой линией пошло по женской. Моя бабка, она была хипезницей. Ну, понимаете, пока она там с мужиками со своими развлекалась, ее дружки. Воры чистили кармашки. К липким ручкам прилипает все и всегда. Просто машинально. Просто плохо лежало. Трудно бороться с собой потомственной воровки. Даже ради дочери. Но, похоже, настало время прервать династию. Прошу всех садиться. Я благодарю вас за участие в судебном заседании. Если можно, подожди, пожалуйста, за дверью, пока суд будет оглашать решение. Хорошо. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, затошив исковые требования сца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив органы опеки и попечительства, приобщив ваше заключение к материалам дела, проведя процесс с обязательным участием прокурора, исковые требования о лишении ответчика родительских прав в отношении его 12-летней дочери, суд считает необходимым удовлетворить и выносит решение о лишении отца родительских прав в отношении 12-летней дочери. Суд считает, что отец до настоящего момента не изменил свое отношение к воспитанию ребенка, не интересуется ее судьбой и не намерен принимать участие в воспитании девочки и материально ее обеспечивать. Кроме того, ответчик в суд хотел бы вам пояснить следующее, что когда вы ссылаетесь на определенные действия, которые вы совершаете в службе судебных приставов исполнителей, вам необходимо либо пригласить судебных приставов исполнителей, для того, чтобы они пришли с соответствующими материалами по вашему делу, ведь исполнительное производство возбуждено, есть номер постановления этого исполнительного производства. Вы в судебное заседание это не представили. Поэтому суд, исходя из длительности вашего отсутствия и ваших намерений еще не появляться на территории Российской Федерации, не исполнения основной обязанности по материальному содержанию ребенка, суд считает, что есть все основания для того, чтобы лишить вас родительских прав. И все за ответчикы, суд огласил свое решение, благодаря органам опеки. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Теперь у меня есть все законные основания, чтобы стать ей приемной матерью. Как я вообще умудрился связаться с этой женщиной, с этой Мегерой? Что эта простая женщина может дать ребенку со своей простотой? При живых родителях? Истец Дмитрий Орликов в интересах несовершеннолетнего сына Виктора Орликова подает иск о возмещении материального ущерба за сорванную поездку. Ответчик Диана Носкова с иском не согласна. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, у меня есть сын, ему 15 лет. Я прошу суд взыскать вот с этой мадам вред, который она нанесла моему сыну. То есть, проще говоря, она взяла газовым баллончиком, пшикнула ему в лицо. На данный момент у него химический ожог глаза третьей степени. Есть медзаключение, все. Он перенес операцию, нужна еще одна операция. А произошло это все до банальности по простой причине. Он оказался рядом с ее автомобилем. Между прочим, он хотел вскрыть мою машину. Хорошо, 37 тысяч. Откуда вы взялись? У меня пропали билеты из-за травмы. Мы не полетели на свадьбу, невозвратные билеты пропали. Вот, документы есть, все. Я требую взыскать с нее эти деньги. Вы выступаете в интересах несовершеннолетнего сына. Да. И требуете возмещения материального ущерба вам, а не сыну? Да, мне. Так, ну хорошо. Дайте мне тогда через судебного пристава документы. Я думала, вы как-то будете требовать ущерба, причиненного здоровью вашему сыну. А почему вам, в связи с тем, что вы не воспользовались билетами? Билеты пропали. Один из билетов был моего сына, один мой. Я должен был бы лететь с ним, как сопровождающий. Отсюда ущерб нанесен и ему, и мне. Пожалуйста, Атвич, я вас слушаю. Вы знаете, дело было так. Я приехала вечером к своей подруге. Мы с ней разговаривали, я собиралась у нее переночевать. Где-то примерно в первом часу ночи мы вышли с ней на балкон перекурить. И тут я вижу, что возле моей машины кто-то ковыряется, пытается ее открыть. Тут же сработала сигнализация. Я, соответственно, хватаю сумку, бегу на улицу. Тут же я взяла перцовый баллончик, потому что в целях самообороны. На улице темно уже. Непонятно, кто может ходить там. Бандиты какие-то. Я выбегаю на улицу. Там был 15-летний ребенок, который перепутал машину. Я не видела, кто был в темноте. Понимаете, было темно. Он, значит, в зимней одежде, куртка у него, шапка, все. Значит, я подбегаю. И с сумкой, значит, сначала я кричала. Отойдите, кто там? Отойдите от моей машины. Вот. Реакции не последовало никакой. Я подбежала, соответственно, и ударила вот эту фигуру темной сумкой. Так ударило, что весь синий был. Человек обернулся. Вот. И потом, соответственно, я чисто в целях самообороны. Брызнула баллончиком в лицо. Вот. Но я не знала, что это подросток был. Конечно, конечно, да. Вот. Мальчик упал, закричал. Тут уже появился его отец. Я, понимаете, я сама вызвала и полицию, и скорую помощь. Вот. Чтобы... Потому что я увидела, что это ребенок. И мне, соответственно, стало тоже не по себе. Я не знала, что это ребенок был. Конечно, не знала. Он не похож на бандита. Он не похож на бандита. Я кричала. Говорила. Нет, естественно. Отойдите от машины. Вами же в материалы дела, вами же, да, представлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Везду отсутствия события преступления. Ну, вот они закрыли дело, я решил через суд добиться от нее. Ну, вы согласны, что между возникающим ущербом и поведением виновного лица должна какая-то связь быть, правильно? Вот это произошло и поведение ответчика, они должны быть связаны между собой. Просто поймите, в результате ее действий наступил ущерб для меня и для моего сына. Скажите, пожалуйста, истец, у вас есть машина? Да, есть машина. Вот вы стоите на балконе и вдруг видите, как около вашей машины стоят три человека. Вот все отсюда и выходит. Как выяснилось, у меня машина точно такая же, такого же цвета, такой же марки, как у нее ответчатся. Нет, 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 естественно, еще раз. Вот вы стоите на балконе и видите, как что около вашей машины в темное время суток для вас трое незнакомых людей. Они крутятся, что-то такое у машины. У вас какая первая реакция? Я бы сначала полицию вызвал бы. Сначала бы вызвали полицию. Да, а потом бы спустился бы. Подождите, что бы вы сказали полицейским? Что пытаются вскрыть машину. А полицейские вам, естественно, вполне закономерный вопрос задают. Вы с чего так решили? Вы что, подходили к ним? Вы смотрели? Они там с отмычками ходят, они пытаются снять сигнализации. Вы скажете, я с балкона смотрю. Вам скажут, ну и смотрите дальше. Но я же вижу, знаю, где моя машина. Я вижу, что они пытаются, если бы они пытались вскрыть. То есть вы бы в любом случае ограничились тем, что позвонили бы в полицию? Ну, естественно, я бы и сам вышел бы к машине. Конечно, я бы сам тоже вышел бы к машине. Я бы тоже вышел бы к машине. И вы бы вот так вот пошли бы к трем незнакомым мужчинам? Пошел бы. Если бы они на вас напали, вы бы как отбивались? Убежал бы. Так. Вы свидетелей просили, да? Вы знаете, да. У меня есть свидетельница, которая подтвердит, что вот эта семья, она, значит, не такая хорошая и замечательная. Ваша честь, а можно сначала выслушать моего сына как свидетеля? Пусть расскажет вообще, что там произошло. Так, давайте пригласите... Он несовершеннолетний, да? Да, ему 15 лет. Пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего. Свидетельница, войдите. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Я Орликов Виктор Дмитриевич. Я вас слушаю. Понимаете, мой батя забыл выключить фары в своей тачке. Попросил меня спуститься и выключить их. Я пошел к месту, где обычно стоит его тачка. Смотрю, фары не горят. Нажал на брелок сигнализации, но ничего не сработало. Я подумал, что аккумулятор сломался или разрядился. Не знаю, что с ним может там произойти. Засунул ключ в машину, но ключ никуда не поворачивал. Начал на него давить. Из-за этого сработала сигнализация. Потом я почувствовал сильный удар по спине. И ты не увидел, что это не ваша машина? Она похожа на нашу. Просто подошли, чтобы ее вскрыть и угнать. А потом продать на запчасти. Ну вы почему так утверждаете? Откуда вы это взяли? Ну я могу это утверждать, потому что я подготовилась к суду. У меня есть свидетельница, очень хорошо знающая эту семью. И что не такая она добропорядочная, как сейчас они себя выставляют здесь в суде. И она расскажет. Не добропорядочная эта штука покалечила ребенка. Что они истеоргуют БО за в частями. Истец, по-другому. Будьте добры, пожалуйста, мне документы на ваше автотранспортное средство. Ну или в крайнем случае фотографию. У меня их при себе нет. Ну а как интересно. А я из чего должна исходить, что у вас вообще первое, что у вас есть автомобиль, и второе, что он похож? Если я в телефоне покажу фотографию. Ну давайте попробуйте найти. Будьте добры, пожалуйста, цвет вашей машины. Серый, мокрый асфальт. Вот истец говорит, что серый, мокрый асфальт ваша. Светло-серая машина. Ваш автомобиль какой? Лада Приора. Ваш? Лада Приора. Лада Приора. Скажите, пожалуйста, то есть в темноте вполне возможно, что она могла выглядеть темной? Да, могла. Так, год приобретения вашего автотранспортного средства? 2009. Вашего? 2015 год. Номер регистрационный ваш? Т-099-СХ-77 регион. У вас? К-960-193 регион. Почему ваш сын не знает номер машины? Я думаю, что он просто не смотрел. Он знает, я примерно почти всегда ставлю в одном и том же месте во дворе машину. Я думаю, что он просто не обратил внимания. А вы приехали и запарковали машину в то место, которое было свободно? Конечно, было все занято, было уже достаточно поздно. Я припарковала на то место, где было свободно, соответственно. И машина находилась строго под окном моей подруги. И я увидела с балкона, что кто-то там ковыряется, пытается ее открыть. Хорошо, баллончик где вы приобрели? Баллончик у меня, между прочим, купен официально. В охотничьем магазине. Даже чек есть. Вот, пожалуйста. Так что я защищала свое имущество. Чек через судебного пристава передайте, пожалуйста. Так, и давайте вашего свидетеля. И пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. О, какие люди. Заплатила, наверное. За сто процентов заплатила. Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Гурева Татьяна Владимировна. Я послышала. Я бывшая гражданская жена. Вот Дмитрия проживала вместе с ним два года в одной квартире. Ты чего ты здесь делаешь? Вот, проживала с ним вместе в одной квартире два года. Вкладывала всю душу, всю сердце. В семью, в ребенка. Матери нету. Заботилась о Вите как о своем сыне. Вот. Ну, пришла вот, потому что хочу сказать правду. Действительно, семья очень вороватая. Отец учит сына, как снимать автозапчасти. Это неправда. Номера. Послушай, я его учу только хорошие. Не просто так перепутали. Конечно. Свидетель, у ИСЦа есть автомобиль? Да. Какой? Серый автомобиль. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь в отношении ИСЦа или его ребенка уголовное дело возбуждалось по хищению детства? В отношении ИСЦа, да, вот как раз у меня есть приговор. Дмитрий, он был осужден за угон автомобиля. И, собственно, сын, он подводит абсолютно к этому... Это ваше домыслы. Я объясню, почему это не мое домыслы. Объяснись. Что ты можешь объяснить? Когда мы жили вместе, я неоднократно слышала, как Дмитрий ответил. Правильно я тебя бросил. Это я очень рада, что мы с тобой разошлись. И я больше не участвую в вашей бандитской семье. Вот чему я рада. Сама ты бандитская. Но, тем не менее, у нас был с Дмитрием разговор. Я говорю, зачем ты ребенка подводишь под статью? Он же сядет так же, как сидел ты. Абсолютно та же самая картина. Сама не сядь за вранье, что ты здесь рассказываешь. Нет, я говорю истинную правду. Точно, конечно, конечно. Я к твоей семье не имею никакого отношения. Я просто хочу сказать правду, потому что я поддерживаю невинного человека, который попал под ваше влияние. И здесь скажите, пожалуйста, против вас возбуждали уголовные дела? Ваша честь, возбуждали. Это было по молодости. Я был молодой, да, я отсидел год. Да, за угон. Но я был за владением транспортным средством. Это в каком году было? Это было очень давно. Мне было 18 лет. Свидетельно, было 18 лет. Но, тем не менее, вот сыну сейчас 15. И я вам говорю, что я жила с этим человеком два года. И я слышала постоянно, как он учит ребенка, как снимать еда, как продавать, как в интернете, масса салона и так далее. Подождите, вот ответчик вас вызвала в качестве свидетеля и сказала, что вы обладаете очень ценными сведениями. Эти ценные сведения, как я понимаю, они примерно выглядят следующим образом. Что вы, как бывшая сожительница истца, утверждаете, что истец был замечен в краже каких-то деталей с автомобилей и приучает к этому сыну. Что вы это наблюдаете на протяжении двух лет. У него есть свой гараж. Скажите, пожалуйста, это что, является основанием для того, чтобы не взыскивать ущерб? Вот я просто хочу понять. Я вам сейчас расскажу. У него есть свой гараж. Он работает в частном автор-плесе. Еще раз, еще раз, послушайте. А я к нему и не лезву. Там одни ворованные запчасти в этом гараже. Я знаю, я с тобой жила. Да, я с тобой жила два года. Конечно, я знаю. В смысле? Много ты знаешь. Сколько таких невинных, как я, еще попалась. И сколько я слышала, как ты сына учил. Ты его нужен невинного. Сын не ходит в школу. Ты посмотри, что ты сделала. Нет, глазу практически нет. Инвалидом сделала, покалечивала. Садила неоднократно классная руководительница, между прочим, и говорила о том, что Витя не ходит в школу, учится на одни двойки. Он не ходит в школу. Ты знаешь, что это? Подождите, подождите. Вот именно, что я думаю. Я, в принципе, в гражданском суде, суд не может оценивать ранее принятое постановление в отказе о возбуждении уголовное дело. Это вы зря его не обжаловали, потому что вот то, что я сейчас посмотрела, понимаете, превышение или не превышение пределов необходимой обороны, это рассматривается в отношении того, как человек оценивает угрозу жизни и здоровью себе, как человеку. Поэтому называется пределы необходимой обороны самого себя. У нас нет ответственности в уголовном кодексе за превышение пределов необходимой обороны в отношении имущества. То есть сейчас получается, что либо вы подавали неправильно заявление, либо правоохранительные органы не очень правильно отнеслись к квалификации этого преступления. Потому что вот из всего того, что я понимаю, ответчик не защищала свою жизнь в этой ситуации, вы не оборонялись от нападавших на вас, вы исходили из того, что пытаются угнать вашу машину. Ну, соответственно, мне еще было страшно, потому что темно, вот. Сколько бандитов в это время. Ребенок тебя напугал. Конечно же, у меня был такой баланс. Нет, отвечик, ну, а здесь я могу согласиться с позицией ИССА. И мне кажется, что она абсолютно правильна. Что если вы считаете, что существует какая-либо угроза, нужно прежде всего звонить в полицию. Если не получается уговорить полицейских приехать, нужно что делать? Бежать. Ну, так мы вызвали и полицию. За исключением случаев, когда вам необходимо оказать кому-то другому помощь, чтобы вы не оставили человека в жизненной ситуации, которая опасна для его жизни. Но лучше всего, ну, согласитесь, что женщина, она не может отбиться от двух бандитов, какая бы вы ни не были. Ну, конечно. У меня для самообороны этот баллончик. Я понимаю, что самооборона ваша. У вас угрозы жизни, здоровья вам конкретно не было. Вы боялись за то, что будет причинен ущерб вашему имуществу. Вы знаете, как на улице темно, и какое сейчас время тяжелое, страшное. Ну, так не надо идти туда, там, где темно. Детям ходить опасно. Время-то. Я защищала свое имущество. А вы думаете, потому что вы заявляете, вы заявляете в возмещении ущерба почему-то, потому что у вас пропали билеты. У вас ребенок ущерб... Это следствие того, следствие травм. Ну, следствие, понятно. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. У нас все продовой линией пошло по женской. Моя бабка, она была хипесницей. Ну, понимаете, пока она там с мужиками со своими развлекалась, ее дружки воры чистили кармашки. Ну и что, что воровала, свое же отсидела. И теперь свободного человека злые люди не пускают на порог увидеться с единственной доченькой. А ребенок плачет, зовет маму. Как такое может быть, разберется суд. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего со стороны истца, а также свидетелей со стороны ответчика, основания в удовлетворении иска о возмещении вреда не находят и отказывают от удовлетворения заявленных исковых требований. В данном случае суд считает, что истец не смог представить соответствующих доказательств, которые бы подтверждали, что действия ответчика по защите своей собственности были непосредственной причиной того, что ваш сын не смог воспользоваться железнодорожными билетами. Вот причина следственной связи между этим суд не смог установить. У нас лицо возмещает причиненный ущерб тогда, когда оно является виновным. Одним из признаков виновности в гражданском судопроизводстве является наличие причины следственной связи между поведением лица и ущербом, который возник. В этой ситуации суд не находит наличия этой связи. Кроме того, приобретение вами так называемых невозвратных билетов – это было вашим самостоятельным хозяйственным риском. И когда вы приобретали эти билеты, вы должны были понимать, что могут наступить определенные события, которые также могут привести к тому, что вы не сможете воспользоваться получением обратно денежных средств. Однако суд считает необходимым выделить в отдельное производство и передать в прокуратуру ту часть материала гражданского дела, которая касается показаний ответчика и свидетелей данных в судебном заседании относительно мотивов и оценки происходящего в тот день, когда был причинен ущерб здоровью ребенка. Суд полагает, что при вынесении отказа в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления были нарушены права несовершеннолетнего и считает необходимым, чтобы прокуратура дала соответствующую оценку и приняла меры прокурорского реагирования по данному факту. Истец и ответчик суд огласил свое решение. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Ну, если помочь нам нигде не могут, значит, будем восстанавливать здоровье сами. Я, в принципе, так и знала, что этим аферистам суд не поверит. Истец Марина Варзина предъявляет иск о нечинении препятствий в общении с дочерью. Ответчик Ирина Подымова считает, что пример истца плохо влияет на ребенка. Слушается дело Варзины Марины Сергеевны с тосковыми требованиями о нечинении препятствий в общении с дочерью. Ответчиком у нас является Подымова Ирина Константиновна. А вы у нас как можете тенить препятствия? Вы кто? Мы приемная семья девочки Варзиной. Ну, так обычно, знаете, на вашем месте мужчина стоит, поэтому я так и поинтересовалась. Так, заключение органов опеки у вас на руках, да, через судебного пристава? Передайте, пожалуйста. Так, истец и ответчик. Органы опеки и попечительства сообщили, что они присутствовать на заседании не смогут, но представили соответствующее заключение. Стороны не возражают против проведения процесса в отсутствии органов опеки и попечительства. Вы не возражаете? Нет. Вы не возражаете? Пожалуйста, прошу вас. Ваша честь, у меня есть дочь Аня, ей 12 лет. Я ее очень люблю, это единственный мой родной человечек. Ну, дело в том, что да, в моей жизни произошла очень такая неприятная история. Три года назад я совершила кражу. Ну, так, по мелочи там. В общем, украла пару тысяч, за что я за это отсидела три с половиной года. Я поняла, что я сделала. Так вот, мою дочь сначала определили в интернат, а потом ее забрала Ира со своей семьей. Да, я, конечно, Ире очень благодарна. Но моя дочь меня прекрасно помнит. Я ее родила, я ее воспитывала. Это моя дочь. Ты ее воспитывала до того, как она попала в интернат? Ира, подождите. Как только я вышла из тюрьмы, я сразу же, конечно же, пришла к моей дочери. Я же знаю, что она меня ждет. Я к ней пришла, мы с ней встречались. Ира разрешала мне приходить в их дом, созваниваться нам. Да, ваше честь, мы разрешали до определенного момента. Дело в том, что меня не лишили родительских прав. Я ее мама. Я ее родила, и я ее матерью сейчас остаюсь. Дело в том, что в последнее время происходит вообще какая-то сплошная беда. Я не могу видеться со своей дочерью. Я ей звоню, никто на телефон не отвечает. Меня не пускают. Мало того, что ее муж мне вообще угрожает. Говорите, тебе руки, ноги повыдергиваю. Ира, я вам благодарна, но теперь хватит. Я вышла из тюрьмы. Сейчас я решаю все свои вопросы жилищные. Я буду забирать свою дочь. Я же не могу жить без нее. Это моя дочь, которую я растила, которую я люблю. И мало того, дочь тоже меня любит и зовет меня. Скажите, пожалуйста, а папа есть у ребенка? Нет, папы нет, я у нее одна, и у нас больше вообще никого нет. И мать у меня тоже умерла. Папа есть в нашей семье. У ребенка есть и мама, и папа, и сестры. Папа есть в вашей семье. Вы правильно говорите. Сейчас, 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 отвечу. Одну секундочку. Так, мне свидетельство о рождении ребенка. Да, свидетельство о рождении. И у вас есть справочка об отбытии наказания? Да? Да, да. Через судебного пристава. Да, конечно. Так, отвечу. Скажите, пожалуйста, вот истец не лишена родительских прав. Правильно? Конечно. То есть основное право родителей – это право на участие в воспитании ребенка. Да. А право на участие в воспитании – это, прежде всего, право на общение с ребенком. Таким же правом обладает и сам ребенок. Потому что ребенок имеет право на общение со своими родителями. Что происходит? Почему вы считаете, что ребенку не надо общаться с мамой? Ваша честь, разрешите мне пояснить. Как только Марина вышла из места лишения свободы, мы с самого начала разрешили, конечно, видеться и общаться. И вот Марина приходила к нам в дом, общалась с Анечкой, все было хорошо. И как-то мы с мужем сначала не обращали на это внимания, но потом произошел такой случай, что пришлось обратить. Сначала у нас в квартире пропала банка кофе с сахаром, но мы подумали, мелочь какая-то… Подумали. После этого у нас пропали конфеты. Но тоже мы не придали этому значения, то есть даже не сопоставили приход Марины, конфеты. Подумали, что где-то мы там за чаем или дети скушали и не сознаются. Но произошел недавно такой случай, что мы с мужем имеем такую привычку, значит, приходя с работы на тумбочку в прихожей возле зеркала, складываем все свои вещи. Телефоны, я там храню украшения, чтобы утром было удобно. Все это схватил, в сумочку положил, надел и побежал. Так вот, в последний приход Марины мы обнаружили, что у нас пропали два телефона и золотое кольцо. Так как я уже говорила, что адрес Марины у нас был, мы, конечно же, с мужем бросились к ней домой. И разрешите представить доказательства, которые мы с мужем записали на видео, как Марина признавалась в том, что моя родная. Вот, Ваша честь. Ты про кольцо спросил, про кольцо. Ну, без меня, ну, без меня, я это машина, Ваша честь. Ну, так случайно получилось, я не хотела даже это брать. Ну, руки сами машинально положили. То есть вы это признаете? Поэтому после этого случая мы с мужем... Дело в том, что я ей сама все рассказала. Ира, я вам все отдала, я во всем призналась. То есть один смартфон она нам вернула, кольцо вернула, а другой телефон нам пришлось выкупать в ломбарде. Поэтому, Ваша честь, не может быть никакой речи о том, что ребенок должен вернуться обратно к матери. Поймите, Ваша честь. Дело в том, что меня вообще, может быть, лечить надо. Ира, может быть, вы мне поможете с этим? Поймите, я вообще... Истец, истец, мне справочка, что вас надо лечить. Можете дать? Я не могу, конечно, вам дать справку, потому что, ну, это мои предположения. У нас все по родовой линии пошло по женской. Моя бабка, она была хипесницей. Ну, понимаете, пока она там с мужиками со своими развлекалась, ее дружки, воры, чистили кармашки. Мать мою, она в тюрьме не родила. Ну, я же не виновата. Да при чем здесь дочь моя в конце-то концов? Мать моя так от этого и умерла, пока лазила там по форточкам по своим. И что теперь, если у меня в крови это все? Что теперь я должна... Ну, естественно, я этого не знаю. Я не придерживаюсь этой теории. Я прошу прощения, конечно. Я тоже не придерживаюсь этой теории. Ну, я не могу от своей дочери же... Что мне теперь отказаться? Дочь плачет, мне звонит. Мама, забери меня. Я не буду дочь учить этому. Я и буду... Нет, простите, пожалуйста. В заключении органов опеки и попечительства, где попрашивали ребенка, нет утверждения, что ей там не нравится жить. Моя дочь это всем говорит. И Ира прекрасно знает. Ира, вот скажи, как дочь моя мне звонила со слезами на глазах и говорила, что хочет ко мне, я сейчас устраиваюсь на работу и буду решать все вопросы о жилищных каких-то условиях. Я заберу свою дочь, понимаете? Я не лишена родительских прав. То есть, естественно, сегодняшний день получается, что вам с дочкой жить негде. В данный момент я проживаю в общежитии у своей подруги. Хорошо. Второе. Источника постоянного дохода? Источник постоянного дохода у меня будет. Я на следующей неделе устраиваю. Понятно. Исчет, скажите, пожалуйста, какой график вы просите в данной ситуации устранить препятствия в общении с ребенком? Правильно? Да. А вы какой-то график просите установить? Я хочу видеть свою дочь в понедельник, среда и пятница, в вечернее время и также на выходных. Я устраиваюсь на работу. Это невозможно, потому что ребенок ходит в школу, она занимается и учит. Источник, а где вы хотите видеться с ребенком? Да я буду ребенка и в парк забирать, на улице с ней видеться, в второго в их центрах. Я не прошусь к вам домой. И учите его своим премудростям. Почему-то я ее должна учить. Чему учит? Мы это теперь нечего. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас всего детей в семье? У нас двое детей. Вот и мальчик, пожалуйста. Всего трое детей. Пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего. Свидетели СА, войдите. Ань, скажи. Подождите, истец. Ваша дочь достаточно взрослая, чтобы она сама смогла что-то сказать. Так. Я очень люблю свою маму и хочу жить с ней, так как она моя родная кровь, и она меня всему научила, она меня воспитала, и я ее очень сильно люблю. А разве плохо жить? Нет. Тетя Ира и дядя Паша тоже очень хорошие родители. Я подружилась с их дочками, и мне тоже у них нравится. Но все же я придерживаюсь того мнения, что я хочу жить со своей родной мамой. Скажите, пожалуйста, вот у мамы сейчас, с мамой, знаешь, негде просто жить. У мамы нет квартиры, у мамы нет комнаты. Ты не можешь выйти отсюда и сказать, я поехала домой, потому что этого дома нет. А мама твоя, к сожалению, сейчас работы постоянной не имеет. И, следовательно, она не сможет покупать продукты и платить за квартиру. Вот как нам быть в этой ситуации? Скажи, пожалуйста. Ну, я думаю, что пока мама не найдет работу, я смогу пожить в приемной семье. Понятно. Так, суду понятно. Благодарю вас за ваши правдивые ответы. Суд удаляется для принятия решений. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца в выражении ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнюю со стороны истца, приобщив к материалам дела заключение органов опеки и попечительства, рассмотрев представленные документы, выискивая об обязании приемной матери в нечинении препятствия в общении ребенка с матерью, суд считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные матерью ребенка исковые требования, потому что в данном случае суд установил, что общение девочки с ее матерью не отвечает интересам ребенка. Вернувшись из мест лишения свободы, мать ребенка на путь исправления не встала. Это подтверждается тем случаем, который в данном ситуации ответчик изложил, а вы не отрицали. кроме того, в период с момента освобождения вас из мест лишения свободы вы постоянное место жительства не определили, постоянное место работы, у вас отсутствует также постоянное место работы. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда В иске отказать Суд отказал мне. Конечно, не знаю, почему. Украл, не украл. Какая разница? Это же моя родная дочь и какая-то там тетя. Я очень рада, что Анечка останется в нашей семье. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить ее всем необходимым и воспитать хорошим человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова